Главная новость к этому часу. Граждане Турции поддержали на референдуме расширение полномочий президента. Я Светлана Обратнова. Здравствуйте. По данным избирательной комиссии, за переход от парламентской к президентской форме правления проголосовали около 51% избирателей. Противников поправок к Конституции оказалось немногим меньше, около 49%. Президент Раджей Пердаган назвал результаты вчерашнего голосования историческим решением. Я благодарю за результаты референдума по изменению Конституции. Наш народ вновь пришел на избирательные участки, проявив ответственность и высказал мнение по конституционным изменениям, которые принимает турецкий парламент. Теперь Раджей Пердаган сам будет назначать вице-премьеров, распускать парламент, а также вводить чрезвычайное положение. Кроме того, Раджей Пердаган сможет оставаться у власти по меньшей мере до 2029 года. Обращаясь к своим сторонникам в Стамбуле, он, среди прочего, сказал, что Турция могла бы повести новый референдум о восстановлении в стране смертной казни. Это может привести к прекращению переговоров о присоединении Турции к Евросоюзу. Противники усиления власти Раджей Пердагана считают, что страна все больше скатывается к авторитарному правлению. В Стамбуле около 300 человек вышли на протестную акцию под лозунгом «Не прогнемся». Оппозиция заявила о возможных фальсификациях на референдуме и потребовала пересчета голосов. Оппозиция недовольна тем, что действительными посчитали бюллетени без официального штампа, которые выдавались избирателям на некоторых участках. Действия высшего избирательного органа неэффективны, начиная с подсчета голосов. Вместо того, чтобы обеспечивать безопасность референдума, он стал инструментом манипуляций, за которыми стоит правящая партия. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что эра стратегического терпения в отношении Северной Кореи завершена. Об этом он заявил в ходе визита в Южную Корею. Майк Пенс прибыл в Сеул накануне, всего через несколько часов после того, как Южная Корея и США сообщили о неудачно проведенном КНД-р испытании баллистической ракеты. Пенс уже встретился с президентом Южной Кореи и посетил американскую военную базу рядом с демилитаризованной зоной между двумя Кореями. Неудачному ракетному запуску предшествовали сведения о том, что Северная Корея готовится к очередному ядерному испытанию. США направили корейскому полуострову мощнейшую ударную группу ВМС во главе с авианосцем Карл Винсон. А власти КНД-р заявили, что готовы ответить на возможный удар США. Мы продолжаем придерживаться нашей задачи на корейском полуострове, и США сделают все, чтобы добиться наших целей мирными средствами, с помощью переговоров. Но мы ничего не исключаем и продолжаем стоять плечом к плечу с народом Южной Кореи за уничтожение ядерного оружия на этом полуострове и долгосрочное процветание и свободу населения Южной Кореи. Российский музыкант Юрий Шевчук опубликовал обращение к властям Чечни в защиту «Новой газеты». В нем он призывает не перетаскивать беззаконие в 21 век и не казнить друг друга без суда и следствия. Обращение Шевчук опубликовал на сайте «Эхо Москвы» после того, как в адрес «Новой газеты» посыпались обвинения со стороны властей Чечни. В начале апреля «Новая» сообщила об аресте около сотни мужчин. Как минимум трое были убиты из-за своей сексуальной ориентации. Движение российской ЛГБТ-сеть запустило горячую линию и пытается отправить пострадавших за границу или вывезти хотя бы за пределы Чечни. Издание «Медуза» вчера вечером опубликовало монолог геев, сбежавшего из Чечни. Он рассказал о том, что власти дали указание полиции вылавливать геев. Правоохранительные органы вызывают родственников и предлагают убить своего сына самим. Или это сделают власти? Глава Чечни Рамзан Кадыров пожаловался на попытки международных организаций, цитата, «очернить чеченское общество». Ранее власти республики назвали публикацией клеветой, заявив, что в республике нет геев. Муфтий Чечни заявил, что журналистов настигнет возмездие Аллаха. Новая газета опубликовала заявление, в котором призвала российские власти защитить сотрудников СМИ. Более 600 почитателей Чарли Чаплина собрались в швейцарском городе Монтрео, чтобы необычным образом отметить день рождения кумира. Музей артиста за стоимость билета выдавали все необходимые элементы гардероба для перевоплощения в его знаменитый образ бродяги. В черном пиджаке, характерных усах и узнаваемом котелке люди воспроизводили легендарные движения Чаплина, пели песни той эпохи. Евгений Чаплин, сын артиста и директор его музея, всплеск такого внимания к отцу связывает с тем, что ценности, которых он придерживался сегодня, востребованы как никогда. Таковы главные новости к этому часу. С вами была Светлана Обратнова. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok